Вообще, актёр должен любить свой костюм. Обязательно. Иначе костюм не поможет ему сыграть. Вот этот костюм – костюм короля из «Золушки». Король добрый, ну, чудной такой. Мне красит ещё бороду рыжую. И вообще замечательно. Я без очков, конечно. Михаил с любовью рассказывает о каждом своём костюме. Образов много. Для каждого спектакля создаётся свой стиль, отшивается наряд. А дальше за всем следит актёр. Кстати, суеверий у артистов и насчёт костюмерной немало. Если лежит какой-то реквизит, даже ты считаешь, что он не на месте, его ни в коем случае нельзя трогать. Это может быть заготовка актёра. Он, может быть, выскочит на секунду, возьмёт эту вещь и дальше пойдёт играть. А если ты её, ах, тут и переставишь, то сорвётся спектакль. Михаил Ильин никогда не мечтал о карьере актёра. Так распорядилась судьба. Но однажды, перешагнув порог театра, остался здесь навсегда. Это уже его дом, его семья, его жизнь и душа. Несколько, можно сказать, лет я втягивался. А потом я понял, что это идеальное место, где я могу воплотить все свои способности. Абсолютно все. Это не бизнес, это совершенно другое. И вот после того, как я это создал, у меня появилась тяга и открылась любовь к театру. Потому что театр – это действительно мир, великий мир, который, если берёт человека к себе, принимает его, то уже назад дороги нет. Новые роли, новые проекты, работа над сценографией, картины, поэзия. Михаил до кончиков пальцев – творческая личность. Только за период пандемии из-под пера Ильина вышли десятки стихов, которые вошли в семь сборников лучших поэтов России. А сам автор был достоин высоких наград. Очень тяжело читать стихи, которые стали песнями, потому что их просто не помнишь. Они живут вместе с твоими руками. Уже руки, как дирижёр. Как только ты берёшь первый аккорд, сразу вспоминаешь и состояние, и слова. Его песни исполняют актёры, его стихи читают со сцены. Михаил Ильин – художественный руководитель театра, который умело сочетает в себе сразу несколько ролей и с каждой справляется блестяще.